В городе Джалалабад и Сузакском районе Джалалабадской области за нарушение комендантского часа более 100 человек оштрафованы по 3000 сомов. Об этом 15 апреля сообщили в комендатуре. Как сообщается, с 3 апреля начали накладывать штраф в соответствии с введенными поправками в законодательство. Граждане привлекаются к ответственности в соответствии с кодексом о нарушениях. Депутата Сельку Дуранова сегодня, 15 апреля, в ходе заседания парламента подняла вопрос о возобновлении деятельности предприятия сферы услуг. По ее словам, люди жалуются, что запасы кончаются, а денег нет. Дайте хотя бы разрешение выходить на работу тем же парикмахерскими перевозчикам, тем, кто работает по одному. У них очень критическое положение, кончаются запасы не на что жить, сказала она. Ранее вице-премьер-министр Эрген Асрандеев сообщал, что в разработке положение возобновление ряда вида экономической деятельности. После завершения разработки мы объявим, какие предприятия возобновят свою деятельность, рассказал он. По вине правительства сейчас 99 врачей борются за жизнь. Об этом на заседании Джугурку Кенеша сообщил депутат Раскильзим Мамбеков. Он обратился к коллегам и призвал не жалеть членов правительства, а пожалеть граждан. Депутат считает, что за вирусом стоит политика и напомнил о других проблемах. Я призываю не политизировать ситуацию, вы и сами политизируете вопрос и заставляете киргизок материть себя. Мы должны остановить контрабанду и коррупцию, сказал Мамбеков. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов сообщил, что правительство принимает меры для того, чтобы противостоять ситуации. Депутат Джугурку Кенеша Махабад Мавлянова усмотрела признаки домогательства девушек со стороны сотрудников милиции. Накануне в интернете распространились два видеоролика с девушками, которые были остановлены на улицах Бишкека во время действия режима чрезвычайной ситуации. Обе, по всей видимости, были сняты самой милиции на камеры смартфонов. 15 апреля на заседании Джугурку Кенеша депутат спросила у первого вице-премьер-министра Кубатбека Буронова, есть ли четкая инструкция, как должны вести себя милиционеры и имеют ли они право снимать и распространять видео. Баронов ответил, что есть законы и меры, которые принимаются в отношении нарушителей комендантского часа и правопорядка. Также на уточняющий вопрос Махабад Мавляновой, могут ли они выкладывать видео, Баронов ответил, что у него нет такой информации и он уточнит.